господи благослови мы отправляемся в рулетку тебе божья слава тебе хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение во веки веков аминь господи слава тебе евангелие от луки 2 глава в те дни вышло от кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле эта перепись была первая в правлении к верине сирию и пошли все записываться каждый в свой город пошел также иосиф из галилея из города назарета и в иудею в город давидов называемый вифлеем потому что он был из дома и рода давидова записаться с марией обрученные ему женой которая была беременна когда же они были там наступило время родить ей и родила сына своего первенца и спеленала его и положила его в ясли потому что не было им места в гостинице в той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стада своего вдруг предстал им ангел господень и слава господне осияла их и убоялись страхом великим и сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям ибо ныне родился вам в городе давидов спаситель который есть христос господь и вот вам знак вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях и внезапно явилась ангелом многочисленное воинство небесное славящее бога и взывающее слава вышних богу и на земле мир в человеках благоволение когда ангелы отошли от них на небо пастухи сказали друг другу пойдем вифлеем и посмотрим что там случилось о чем возвестил нам господь и поспешно поспешив пришли нашли марию и осипа и младенца лежащего в яслях увидев же рассказали о том что было возвещено им о младенце 7 и все слышавшие дивились ему тому что рассказывали им пастухи а мария сохраняла все слова сии слагая в сердце своем и возвратились пастухи славе и хваля бога за все то что слышали и видели как им сказано было по прошествии восьми дней когда надлежало обрезать младенца дали ему имя иисус нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве а когда исполнилось дни ощущения их по закону моисееву принесли его в иерусалим чтобы представить пред господа как предписано в законе господнем чтобы всякий младенец мужеского пола разверзающего же сна был посвящен господу и чтобы привести в жертву порещенному в законе господнем две горлицы или двух птенцов голубиных тогда был в иерусалиме человек именем симеон он был муж праведный и благочестивый чающее утешение израилева и дух святой был на нем ему было предсказано духом святым что он не увидит смерти доколе не увидит христа господня и пришел он по вдохновению в храм и когда родители принесли младенца иисуса чтобы совершить над ним законный обряд он взял его на руки благословил бога и сказал ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром ибо видели очень мое спасение твое которое ты уготовил перед лицом всех народов свет просвещение язычников и славу народа твоего израиля иосиф же с матерью удивились сказанным о нем и благословил их симеон и сказал матери 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 все лежит сей нападение и на восстание многих в израиле и в предмет пререканий и тебе самой оружие пройдет душу да откроется помышление многих сердец тут была также анна пророчица дочь пануилова от колена сирова достигший глубокой старости прожив с мужем а девство своего 7 лет вдова лет восьмидесяти четырех которая не отходила от храма постом и молитвой служа богу день и ночь и она в то время подойдя славила господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в иерусалиме и когда они совершили все по закону господню возвратились в галилею город свой назарет младенец же возрастал и укреплялся духом исполняясь премудрости и благодать божия была на нем каждый год родители его ходили в иерусалим на праздник пасхи и когда он был двенадцати лет пришли они также по обычаю в иерусалим на праздник когда же по окончании дней праздника возвращались остался отрок иисус в иерусалиме и не заметили того иосиф и матерь его но думали что он идет с другими пройдя же дневной путь стали искать его между родственниками и знакомыми и не найдя иисуса возвратились в иерусалим ища его через три дня нашли его в храме сидящего посреди учителей слушающего их и спрашивающего их все слушавшие его дивились разум и советом его и увидев его удивились и матерь его сказала мучада что ты сделал с нами вот отец твой я с великой скорби искали тебя он сказал им зачем было вам искать меня или вы не знали что мне должно быть в том что принадлежит отцу моему но они не поняли сказанного им слов и он пошел с ними и пришли в назарет и был в повиновении у них и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем иисус же преуспевал при мудрости и возрасте и в любви у бога и человеков аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе господи ты позволил прийти в это место и сказать какой садом устроили люди здесь какая погибель ждет тех кто не щадит храм божий которым является тело который табаком сокращать жизнь свою на 12 лет который является преступником перед богом и господь призывает чтобы я покаялся и впредь не творил сие зло ибо вы есть храм божий говорит господь и мы придем с отцом и обитель нём сотворим помилуй нас от она не дает здравого смысла но дымом разложение предмета скрывает истину человек во тьме и не ищет света какое горе ждет его впереди как люди будут искать глоток чистого воздуха чистой воды но уже не найдут помилуй нас господи помилуй нас боже будь милостив ко мне грешному создав и меня господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешную и помилуй слава тебе боже наш слава тебе велик господь и достохвален и близок ко всем призывающим его поистине аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе пошли добрый благовестника по всему миру пошли миссионеров христианам язычникам иудеям мусульманам и буддистам чтобы все услышали радостную весть что родился спаситель мира который взял на себя грех от первого человека до последнего и стал нашим заместителем на кресте господи слава тебе ты сказал идите и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет господи саделай слова твои для всех живыми до разделения души и духа составов и мозгов чтобы судить помышление и намерение сердечное аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение во веки веков аминь помилуй нас боже помилуй нас доброе утро так вы хотите что-то спросить только папиросу папиросу бросьте сначала с курящими мы не разговариваем когда он курит я слушаю вас пожалуйста я бросаю вот бросил нету может быть и бог нас не оставил же если человек грешит для него бога нету его им дьявол руководит мы храм божий вот и господь говорит придем с отцом и вселимся обитель сотворим а человек нагоняет туда дым у у человека рот называется уста ян крайштадтский говорит уста курящего демонская кадильница курить больше не буду просто этот вопрос а где же такие заповеди правильно правильно так слушайте внимательно слушайте времени тут у нас уже нету я вам скажу запомните наши ресурсы называется во библии запишите вы там найдете ответ ответ на тысячи вопросов я никуда не пойду только пока если вы мне не скажете вот тогда я пойду давайте говорите поближе к микрофону плохо плохо слышно к микрофону поближе хорошо мне очень нужны ответы давайте мне нужно ответы я думаю вы мне ответите правильно вы же пожалуйста у меня очень божья божья помощь нужна но говорите я прошу вас скажите если же бог издал заветы в плане не убили уже свидетельствует правильно это же все этот смертные грехи правильно это вот книга такая есть называется библия ее можно купить в любом православном храме нет мне не книга нет просто я знаю заветы но в плане там же было прописано не лжесвидетельствует не убей и ну то есть это все же этот то есть даже не лги но в плане не лжесвидетельствует это же получается смертный грех правильно вы четыре раза повторили уже говорите вперед по делу время нету говорите так вот вот я и спрашиваю насчет вот этих вот там правильно я говорю то что даже уже свидетельствование это же смертельный грех смертный грех смертный грех и не надо это и говорить потому что всякая ложь от дьявола тогда получается все все люди должны попасть в ад а вы за всех не вы за всех то не решайте вы говорите о себе сейчас около около ну ну пол процента из всего мира попадут в рай да вы не знаете зачем говорить пустое то мы не знаем написано много званых мало избранных никаких процентов нету зачем это выдумывать ну а зачем вы выдумываете так что я выдумываю я считаю я считаю евангелие евангелие две тысячи лет назад написанное в каждом храме считается евангельские заповеди я даже задал вам вопрос это я вам ответил я вам ответил говорить еще какие вопросы процентов никаких бог не не сказал что мы высчитывали у вас в голове дым вы дымом набитый у вас рассуждение то делайте поправку на это вы скажите какие смертные грехи сказал сам бог он написал на них все смертные грехи в которых нет раскаяния вот дома дома материтесь а мать проклинаете вы уже под проклятием вы курите табаку уничтожаете тело это смертный грех потому что нет покаяния в этом а сколько сколько всего смертных грехов никаких не называйте по именам смертный грех нету этого все смертное в чем нет покаяния что противно здравому смыслу и священному писанию но услышали сразу все дальше второй вопрос конкретно конкретно именно про смертные грехи вы не можете сказать да никто не знает их нету зачем говорить я считаю то что в библии написано с чего в библии нет о том не рассуждаем говорит иоанн златоуст вот именно что вы по делу говорите что вас касается ведь его сатана крутит где какие-то заботы проценты а сам куришь и как живешь покайся верой в евангелие отсюда начнется новая жизнь не в этом не в этом вы скажите просто зачем вы сейчас ту рулетку зашли конкретный вопрос зачем я пришел для того он бог послал сказать людям чтобы не грешили вы зачем пришли сюда это место разврата тут половина голая 80 процентов мусульмане я же как антихрист имею право не до права можете но это право закончится полным бесправием вы умрете до 36 лет дальше 36 лет наркоманы не живут вам зачем это но табак это наркотик более слабый да но более слабый на один год дольше поживете только на последние годы будете харкать туберкулезом но знаете я так говорите по делу что вам хотелось бы узнать для спасения вашей души для спасения моей души мне хотелось бы знать конкретно что мне сделать чтобы спасти вот слушать и внимательно если карандаш есть запишите этот вопрос задали апостолу и они ответили его деяние апостолов 2 глава 38 стих 2 38 деяние покайтесь и докреститься каждый из вас своими иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа деяние апостолов 2 глава 38 стих его спросили что нам делать чтобы спасти вот ответ который другого ответа не будет дальше дальше что еще вопрос все под водой тоже повторяете говорите дальше я вам ответил ответа другого никто не даст верующие давайте зачем спорить еще у вас храм православный есть там где находитесь сходите туда я ответил вам никто не знает я отвечаю всякий грех вот вы курите и не раскаяны в этом грехе это смертный грех человек матерится мать клянет и в этом не покаялся продолжает смертный грех а здесь от здесь открыто блудят и развращаются все спрашивать девушка если девушка в больнице показала ну показалось в этом то есть вам ничего не надо пока до свидания то вы просто пустослов до свидания богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала если вам понравилось наше видео одобряйте ставьте лайк а также поделитесь друзьями о просмотренном в соц сетях контакте фейсбуке twitter и одноклассниках добавляйте в плейлист подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик это даст вам возможность узнавать о новых видео которые обязательно будут выходить на нашу а также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видео архиве помоги вам христос с богом